Приглашаем любителей Снокера на финал в Голвей. В этом ирландском городе гранд-финал ПТС. Играть будут Стивен Ли и Нил Робертсон. Вот как прошли они турнирный путь. Мы видим... Ну давайте вот... Нижняя часть таблицы. Нил Робертсон выиграл у Джека Лисовски, молодого игрока 4-1. Потом с таким же счетом обыграл Джо Перри. И вот сухая победа над Стивеном Магуайром. Два фрейма всего проиграл. Хорошую игру показывает Нил Робертсон. И отыгрывается хорошо, забивает хорошо, серии строит, выходит, держится хорошо. В общем, игра просто... Великолепный снукер показывает Робертсон. Снукер близкий к идеальному. Он хорошо сбалансированную игру демонстрирует Нил. Ньюпорт, доме Голди Луканчейн. Я верен. Последняя пауза. Можно начинать. Я знаю только, что анонсера зовут Хектор. Сегодня он в более торжественной одежде по случаю финала. Прекрасная атмосфера, говорит он. Сегодня у нас был хороший снукер, и вот развязка турнира, финальный матч. Первый выходит Стивен Ли, один сценарий мирового рейтинга. Обладатель четырех титулов победителя рейтинговых турниров, 37-летний Стивен Ли, Англия, из города Троу-Бридж. Атмосфера прекрасная, зал заполнен, вот и приз. За ним постепенной походкой, Ли выходит к финальному столу. Торжественный наряд и у Пола Коллиера сегодня. Но это Нил Робертсон. Экс-чемпион мира, победитель шести рейтинговых турниров, австралиист Нил Робертсон, проживающий в Кембридже, в Англии. И тут, конечно, очень интересно, сумеет ли продлить свою беспроигрышную серию в финалах Нил Робертсон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Начинается заключительный матч гранд-финала серии ПТС 2012 года. Играют в этом матче Стивен Ли и Нил Робертсон. Оба показали очень хорошую игру на этом турнире. Оба неплохо играют в последнее время в целом. У Нила Робертсона пятый официальный рейтинг, у Стивена Ли одиннадцатый. Но в предварительном рейтинге на день сегодняшний по соседству находятся на шестой позиции Нила Робертсон, на седьмой Стивен Ли. И вот что хочется сказать, что шесть титулов завивал Нил Робертсон, но у него всего было шесть финалов и каждый раз он выигрывал. Кроме того, можно приписать к этой серии еще два матча, как минимум. Два телевизионных финала. Это был финал Мастерс этого года. Престижный, серьезный турнир. Тоже финал, тоже победа. И еще был финал ПТС, который мы показывали. Тоже выиграл его Нил Робертсон. Так что ни разу в телевизионном финале он не проигрывал. Как будет на этот раз. После начального удара возникла позиция, располагающая к атаке Робертсона. Не точен его удар, биток уведен, но и неприятности избежать не удалось. В правый угол есть удар и в левый тоже. Вот если играть сейчас в правый угол, не просматривается выход, потому что, ну, биток, во-первых, ударяется в красный. На черный выходить никак не получается. Так что если играть, то играть в левый угол. Это потруднее шар, но такой удар сулит выход на самый дорогой, на черный шар. Ну, как всегда, нас интересует счет личных встреч. Ну, смотрим, удар. А удар точен. Стивен Ли открывает счет в финальном матче. Ну, а счет личных встреч 6-2 в пользу Нила Робертсона. Перевес ощутимый. Последнюю встречу на World Open выиграл Стивен Ли со счетом 5-2. До этого была встреча в полуфинале ПТС-6. Там 4-0 победу одержал Нила Робертсон. Забит черный шар с непростой позиции. Есть игра в левую среднюю. Но сложно, сложно еще. Пока нельзя утверждать, что пошла серия. Идут вступительные удары. И очень похоже, что с синего будет переход. Да, но как перейти к нижнему красному-то? Угла нет практически. Прямой. Прямой синий получился. И все-таки что-то пытался сделать Стивен Ли. Нет, нет, ничего не получилось. И плантов тут нет. Так что придется отыгрываться. Вот 4 удара провел Стивен Ли. Но развить как-то эту комбинацию ему не удалось. Сейчас далеко разойдутся красные. Миток уведен. Активный такой отыгрыш. Миток у борта отлично сыграл в этом ударе Стивен Ли. А то, что ему не удалось все-таки повести серию, объясняется особенностями этой сложной позиции, которая была закрытой. Вот теперь-то, теперь открыто и красные, много красных на игре. И черный готов к тому, чтобы играть этот шарм в правый угол. Но пока не до атаки, пока надо точно отыграться. И второй красный слева годится для такого удара. Очень точно мимо красного провел биток Нил Робертсон. Но не увел к борту, что это дает Стивен Ли. Хороший отыгрыш по левой стороне у него есть. И, видимо, этим Стивен ограничится. Хотя, мне кажется, что вот этот левый шар можно пробовать играть. На нижнем винте биток-то уходит. И при достаточно близком попадании это безопасный удар. А может и забить Ли такой шар. Нет, не забил. И он не попал близко к Лузе. Поэтому шар вышел на игру. И теперь Робертсон поведет свою атаку. Ближе надо было попадать. Видите, он в борт попал. В один, потом в другой. А если бы ближе к Лузе попал, то от губок отрасился совсем по-другому красный шар. И, скорее всего, на игре не остался бы. Это обычная физика, снукерогеометрия. Это известно. Но ошибка была большой. И теперь за эту ошибку приходится расплачиваться. Спасибо. Спасибо. 5. Тут и черный можно играть, и розовый. Это выход на розовый. Меня поправляют тут на Твиттере, что, мол, не один, а два турнира ПТС выиграла. Я и не говорил, что он выиграл один. Я говорил о том, что к рейтингам шести победам можно добавить еще два телевизионных финала. Потому что это был финал Мастерс, который мы показывали. И финальный матч с Джадом Трампом на ПТС 8, 4-1 выиграл тогда Робертсон. Это тоже мы показывали. По поводу шестого я не помню, что мы его показывали. Там с Волденом играл. Не помню, не уверен. Серия продолжается, но выход... Мне кажется, не состоялся. Но проверяет Нил Робертсон. Впечатление, что очень тонко он видит. Самый краешек черного и перерезка получается. Может быть, это обманчивое впечатление. Нил не стал бы играть, если бы это так было. Да, все точно. Идет шар в лозу. Хватило пространства, чтобы в нужную точку попасть. Ну, что сейчас будет играть Нил Робертсон? А вот второй справа красный шар. На тонкой резке 20 очков у австралийца. Нил Робертсон, 20. Однако, больше очков набрать не удалось. Отыгрался Нил Робертсон. 20 на 14. Интересное начало финала. И равная борьба пока. Оба игрока отмечают то, что, в общем-то, лежит на поверхности. Что очень важно хорошо взять старт. Вот сколько у нас примеров. Как правило, выигравшие в таком формате даже первый фрейм становятся победителем матча. Исключений очень мало. Но просто великолепный шар. Забивает Ли. И некоторые болельщики даже не сдержались. И одобрительный свист такой раздался на трибунах. Это уже выражение восторга. На Западе у нас свист другой означает. Выбирает продолжение Стивен Ли. Ну, поскольку Стивен Ли второй раз в финале, вот еще раз скажу мысль такую, озвучу о том, что не повезло Стивену Ли в том плане, что вместе с ним в мейн-тур вошли игроки, которые оставили большой след за последние, ну, получается, 20 лет. Стивен Ли начал с 1992 года. И вот эта славная троица 1975 года, Марк Уильямс, Джон Хиггинс, Ронио Салливан, тоже в это же время начали. И они как раз между собой поделили наибольшее количество титулов, в том числе и титулов чемпиона мира. Но, тем не менее, Стивен Ли всегда считался одним из ведущих игроков. И четыре рейтинговых турнира он выиграл. Мастерс-финал был у него, точно помню, Селби играл. Только в этом дело. Так, а что тут с выходом? Неужели так точно вышел все-таки вот четвертый? Третий от черного шар. На этом ракурсе кажется, что резки нет. Что мешает красный. Но Ли по-другому оценил позицию. Но вот нам не такой ракурс показывают. Тут трудно оценить. Остается доверять Ли, раз он на этот удар идет, как и Робертс, он знает, что там нормально, резко, нужное видна. Шарлузи, выход на черный есть. Впереди уже Стивен Ли. Ну и говорил я вот в эти дни о том, что недавно решили повторить опрос, который был проведен 10 лет назад по разным компонентам игры. Кто лучший игрок, вот совершенный игрок в том или ином компоненте. И в разделе техника 10 лет назад большинство специалистов лучше называли Стивена Ли. И в вопросе, который был повторен, тоже разделились мнения. Больше все-таки специалистов считают самым техничным Шона Мерфи. А вот Стивена Ли ставят, ну, может быть, на второе место. И вот вопрос сейчас задают мне. А как же вот Нил Робертсон, хорошая же техника тоже, да, хорошая. И у других хорошая, у многих игроков. Но я говорю о лучшей технике. И говорю вам не свое мнение даже, а ссылаюсь на специалистов зарубежных. В том числе участвовали и бывшие чемпионы мира в этом опросе. Например, Джо Джонсон, который был вот тут пару раз в качестве интервьюера, который имеет свой взгляд. Не получился выход, то Стивен Ли придется ему отыгрываться. Хитро отыгрался. Тут не так просто хороший отыгрыш сделать Нилу Робертсону. 40 на 20. По-прежнему судьба Фрейма неясна. И видно, как стараются оба, но пока не получается. Два результативных подхода было у Стивена Ли, один у Нила Робертсона. Но крупная серия пока не удалась ни тому, ни другому игроку. Продолжение следует... Для того, чтобы увести биток к зеленому, нам надо очень тонко попасть с розового. И это все так в фантазиях. А вот на самом деле такой невзрачный внешний удар. Ну и Стивену Ли тут особо-то делать нечего пока. Ну еще пару ударов и у кого-то появится возможность тонким касанием красного вести биток вдаль. Продолжение следует... Ну вот подумал-подумал Стивен Ли, выполнил отличный удар. Увел биток вдаль. Есть тот игрыш у Нила Робертсона. И даже... Ну вот насчет падения красного тут сомнения, открыт ли путь. Может быть и падал при точном ударе красный шар, но тут задача была другая, увести биток. И с этой задачей Нил Робертсон справился отлично. Стивен Ли может даже рассуждать об атаке в правый угол, но биток-то тут трудно провести под черным. Вот где нужна обменная техника. Перерезал. Биток провел неплохо, но у Робертсона атака. Вот неплохо провел без столкновения с шарами, но не увел за болкерную линию. И с такой дистанции Нил Робертсон, конечно же, будет атаковать. Шар забит, но выхода нет. Ну а как отыгрываться? Сейчас Нил Робертсон, как я полагаю, рассуждает над тем, можно ли оставлять биток у черного борта. Не опасен ли этот плант нижний? Ну и Нил Робертсон решил, что нет, не опасен. Теперь рассмотрит эту позицию Стивен Ли, но ему ничего и не видно, кроме вот этих нижних красных, даже одного из них. Вот похоже, что выцеливает Стивен Ли. Он размышляет над тем, можно ли отыграться от второго справа красного, ударив биток сначала в борт. В борт, потом тонко по красному, тогда биток уходит вдаль. Ну рискованный удар. Во-первых, на правой лузе может оказаться какой-то шар. Ох, будет, по-моему, будет играть плант. И посмотрел Стивен Ли, как останется биток, ну в случае промаха, насколько удобна игра в левую среднюю будет у Робертсона. Нет, это очень сложный вариант. Но не сложный вариант подкатить к тому красному, который видит Стивен. Это не сложный вариант. Тоже интересно подкат от борта. И вот, наверное, эту позицию где-то рассматривал Ли. Стивену Ли пришлось тут разные варианты изучать. И, конечно, один из вариантов был такой, оставить биток здесь. Но надо было считаться с этой атакой в левую среднюю. Робертсон не сыграл этот достаточно трудный шар. При этом увел биток. В последующем ударе Стивену Ли надо очень хорошо распорядиться битком, чтобы левый красный не показать. Он на опасной позиции. А вот, по-моему, как раз с этой позиции битка и виден этот шар. Нил Робертсон вновь может атаковать. Но надо же, так громко звучит рингтон. Робертсон не стал играть по отыгрышу тонким ударом. Все-таки пытается забить красный, перерезал. У Ли такой возможности нет. Но Стивену Ли, по-моему, верхний шар не виден. Синий мешает. Мне кажется, это удар от левого нижнего шара через три борта за зеленый. Так. Очень хорошо, но левый шар видим. А идея хорошая была. Замысел очень интересный. И техническое исполнение удара было на высоте. Тонкое попадание. Но там доля миллиметра. Левее, правее. Могло и лучше получиться. А Робертсон Точин таким отличным ударом отправил в лузу красный шар. Есть черный, но с черного нет выхода. И для выхода тут, пожалуй, надо играть розовый. С черного ничего не получается. Но я не беру внимание только сильный удар. Так, чтобы от дальнего борта возвращать биток красным. Вряд ли на такой пойдет Нил Робертсон. Трудно было предположить, что стартовый фрейм окажется таким сложным. И все-таки пошел на сильный удар Нил Робертсон. И вернул биток. И есть. Только черный не мешает им. Все-таки мешает черный шар. Играть можно только второй слева красный шар. Но это очень сложный удар. А тут было сыграно замечательно. Еще один сложный удар. Но если теперь еще удастся выйти на левый красный, просто изумительные удары проводит Нил Робертсон. Виден ли коричневый шар? С коричневого выход получается вроде. Играется желтый шар. Сложная резка. Нет, коричневый, коричневый. Конечно, коричневый. И нормально. Отличный выход. Четыре прекрасных ударов выполнил Нил Робертсон. Именно так назад. Но не то. Все-таки не то. Черный-то есть. Но с черного... Но не достать красный. Слишком прямой. Ну, чуть бы выше. Вот чуть бы выше. Хоть даже на сантиметр. Уже можно было на нижнем винте эту пару достать. Мысль это великолепно. Нил Робертсон не исключено, что он даже не будет трогать этот черный вовсе. Ну, хотя нелогично. Но тут надо брать черный, а потом отыгрываться на красных. С розового... Не видно тоже варианта. Можно уже сейчас делать. Отыгрыш действительно от зеленого за желтый. Там синий может мешать. Снукер может получиться. Но в два красных попасть не так уж трудно. Ну, а снукера вовсе не получилось. Но... Но трудная позиция. Трудная для отыгрыша. Один из шаров может остаться у правой лузы. Не попал вовсе Стивен Ли. И как бы тут свободного шара не получилось. Да, есть свободный шар. Уже видно. И это серьезная ошибка. Играется коричневый. Например, может быть и желтый. Но это не все. Сейчас, ну, естественно, возьмет эту позицию Нил Робертсон. Сыграет, ну, по-моему, коричневый. Но надо с коричневого выходить так, чтобы потом как-то подбивать эту пару. Ой, не забил вовсе, не забил. Фола нет. Но хоть так. Ничего не отдал. Нил Робертсон сам немножко удивлен. Тому, что он не отправил лузу коричневой. Тут мог и фолл получиться. Я имею в виду не только падение зеленого. Но ведь по правилам снукера за свободный шар нельзя ставить. Снукер. И коричневый так шел, что мог остановиться вот перед красными. И это был бы фолл. И свободный шар уже у Ли. 40.39. 0-0 в матче. Не напоминает ли вам эта борьбу в первом фрейме между Стивеном Ли и Марком Селби? Там очень сложный первый фрейм. Продолжительный. Изобиловал тактическими уловками взаимными. Вот очень хитро сыграл Нил Робертсон. Это снукер. И выходить из этого снукера, учитывая положение зеленого, очень непросто. Молодец, молодец, Сивен Ли. Ну, раз там проходил биток, так мимо зеленого, не такой уж сложный был удар. Я так увлекся, даже не отвлекаюсь ни на что. Не знаю, как реакция на твиттере. Но мне кажется, такие фреймы нравятся очень многим. Нравится очередной снукер сделал Нил Робертсон. Очень хороший отыгрыш. Ну, от правого борта в два шарата попасть не так трудно. А в водящем все-таки играет. Даже, по-моему, по прямой. Есть касание, но повезло. Повезло. В принципе, левый шар мог играться. Вот поэтому и улыбка такая. Но встал на пути зеленый шар. Трудный был отыгрыш у Ли. Там едва-едва был виден краешек красного. Новый отыгрыш делает Нил Робертсон. Новую задачу пытается поставить перед Стивеном Ли. Но на этот раз... По-моему, виден по правой стороне краешек красного и по левой тоже. Какой вариант удара выберет Стивен. Попадая в правый шартонка, надо считаться с опасностью даже с двумя. Ну, чуть не тонко попадешь, биток в зеленый может удариться. Красный может выйти на левую лузу. Если играет в левый шартонка, ну, тут лучше. В черный никак биток на таком тонком... Не в черный, простите, а в коричневый никак биток не попадает. Уйдет белый шар. Ну, все бы ничего, важно, чтобы лег биток на борт. Шар на игре, это вызов, конечно, Нилу Робертсону. Играть надо, шар забить очень реально, но не так просто. Очень важный удар. Второй так разный на игре. Стоит забить этот шар, выйти на цветной. Ну, и вот он, победный эндшпиль. Но не забил Нилу, уронил биток. Опасности-то нет. Левый шар ниоткуда, ниоткуда резать. Он мог бы срезаться, но ставить можно биток только в полукруг в этот. Если на крайнюю точку, на зеленую, то не виден этот красный шар. А правее уже некуда ставить, нельзя. А все-таки виден отсюда краешек левого красного. Получился неплохой отыгрыш. Но у Нила Робертсона примерно та же линия удара, что ему должен быть виден и правый красный, и левый. Вот от правого отыгрывается Нила Робертсон. На пять очков он отстает, но это несущественное отставание. А вот удар выполнил плохо Нил. И оставил шар на игре. Такие шары показывать Стива Нули не стоит. Это проще удар, чем был дальний у Нила Робертсона правый угол. Тот шар был ближе к Лузе, но и к борту ближе. А этот на диагонали точно сыграл Стива Ли. Выбор между желтым и синим теперь. Нижний красный играется, но биток надо ставить где-то правее розового. Не забил Стивен и увидит ли красный Робертсон? Неужели повезло Ли? Я думаю, виден все-таки красный шар. Да, виден, виден. Ну и что? Заминка тут одна, только коричневый шар, но не такой уж он трудный. Хороший шанс у Нила Робертсона выиграть все-таки от стартов и фрейм. Ну, выход неудачный, крайне неудачный. Да. Выходил-то на черный, но толсто коснулся этого шара и ничего не получилось. Ну, как ничего. Играется зеленый. Черный помехи создает. А так зеленый, и зеленого на желтый-то вроде получается все. Не зеленый, а синий, я имею в виду, конечно. Синий в среднюю. Извините, зеленый почему-то сказал дважды даже. Ну, может, выдумать тут и снукер. Нил Робертсон. Вот выводит на игру коричневый и ставит снукер. Пытается поставить снукер. И это удается, по-моему, удается, удается. У Ли есть попадание от дальнего короткого борта с левым винтом. Он несложный удар, несложный. Выглядит, что надо давать большой винт, левый. Но это все вполне реально. Можно играть по левой стороне от двух бортов. Вот этот вариант сейчас изучает Стивен Ли, но это еще не значит, что именно его он выберет. А вот теперь смотрит, как попадание, если просто напрямую от дальнего борта с левым винтом играть. И вот выбор все-таки на ударе от двух бортов. Остановил Стивен Ли. Попал. Увел биток. Желтый не на игре. Отлично. Справился с задачей. Вот я не знаю, почему при игре от одного борта обычно хуже расходятся шары. Вот почему два борта выбирают часто профессионалы. Ну вот при таком ударе от двух бортов, если бы толстый попал Стивен Ли, желтый ушел бы на ближнюю половину. При тонком попадании биток уходит. Вот. А при ударе от одного борта, Желтый мог идти, например, к ближней левой лузе. Хорошо отыгрался Нил Робертсон. Идет борьба за желтый шар. В этой позиции желтый может стать ключевым шаром, потому что если с него удастся сделать выход на зеленый, то все решено. Ну, интересный удар. Но снукер, снукер не получается. Ну, такой шар можно оставлять, потому что вот с такого желтого, ну, нереально просто выйти на зеленый. Поэтому предпринимал попытку постановки снукера. Стивен Ли не особо заботится о том, где останется желтый. Допускал такой вариант атаки. Робертсон даже его не рассматривал. Вот, бессмысленно брать два очка без выхода на зеленый. Вот, ты говоришь, хорош. Ну, самое простое решение. Тонко от желтого биток уходит вдаль. Но нельзя тонко. На тонком ударе становится к лузе. Надо как раз не так тонко играть, чтобы от двух бортов желтый уходил к розовому. Тоже интересное решение. Хорошо сыграл. Стивен Ли. Тут простое попадание. Инициатива у Стивена Ли. Теперь он может увести желтый вдаль. А биток за зеленый, за черный. Это очень реальный удар вот при такой постановке шаров. Ой, не так получилось. Но... Снукер-то все-таки есть. Тут делать нечего. Тут Робертсону надо забивать этот шар. Но Стивен Ли огорчен. Конечно, никак не надо было в синий попадать. Уходил бы дальше желтый. А так... Робертсон реально может забить этот шар. По-моему, Селби вчера аналогичный шар от борта забил. Только в левую среднюю. Но попасть надо очень точно. Тонко надо попасть. Хорошо идет. Забьет. Ах, не задел. Фол и мисс. А что делать Стивену Ли? Вот что сейчас делать Стивену Ли? Похоже, Ли надо делать такой же удар. Представляете? Отдать позицию. А вдруг со второго раза забьет этот шар. Вот не знаю. Нет, все-таки надо отдавать позицию. Но не хватило-то чуть-чуть. Там нескольких миллиметров. Задевал желтый. Не знаю. Вот эту позицию отдал Ли, похоже. Потому что он видит, что ну, забить некуда, отыграться трудно. А Робертсон опять от борта может попробовать сыграть. Такой же удар. Да, чуть-чуть другой угол. И опять Робертсон вот теперь только точнее высматривает эту точку. Как бы не пожалел о своем решении Стивен Ли. Но вот тут-то труднее попасть тонко. Тут можно попасть больше в лоб, и желтый просто не упадет. Не попал опять Нил Робертсон. Еще четыре очка получает Стивен Ли. Ну и что делать Стивен Ли самому теперь так же играть? Нет, опять отдает удар. Только и Робертсон не понял, с этой же позиции или вернуть предыдущую? Так, ну вот тут ситуация такая. Если третий раз не попадает Робертсон, он проигрывает фрейм. Ведь ему полностью виден шар. И два промокон совершил. Если не попадает третий раз, это проигрыш фрейма сразу. Ну, попадет, но теперь он будет играть правее. Теперь может в лоб попасть и не забить. Так я думаю. Забил! Забил! Но выход не получился. Но интересный момент. И вот теперь Ли очень эмоционально все это воспринял. Но с третьего раза уже пристрелялся Робертсон. Попал. Но любопытный момент, согласитесь. Причем Робертсон рисковал. Ведь два раза не попал. И это совершенно точно. Не попал бы третий раз. Все, сразу поражение. Ну, а сейчас Робертсон сыграл не очень точно. И Ли, конечно же, постарается поставить биток за черный шар. Сделать трудный снокер. 11 очков перевес. И снокер в такой позиции будет очень эффективным ходом. Биток-то к черному пришел, но не за него встал. И зеленый шар виден. Правда, его забить трудно. Но я не знаю, похоже, уже больше 40 минут этот фрейм продолжается. Начали после полуночи. Ну, да, где-то за 40 минут. Как-то неуверенно после удара чуть-то дернулся Робертсон. Но ничего страшного не произошло. Видимо, опасался, не встанет ли зеленый на среднюю лузу. Нет, все обошлось нормально. Отыгрыш Стивена Ли. Он пускает зеленый к черному. Ну, к черному не к черному, а вот к черному борту, да, и к тому же снукер. Не актик какой трудный. От левого борта простое попадание есть. Виртуально шире своего диаметра сейчас зеленый шар, потому что можно и от второго борта попадать вот сейчас. От борта. Видите? То есть по прямой мог попадать еще и от борта. Но вот тут-то момент. По левому краю играет в зеленый Стивен Ли. Зеленый смещается чуть правее. А биток уходит за коричневый, за розовый. Но очень точно нужно рассчитать этот контакт с зеленым. Ну, снукер есть уже, уже видно. На этот снукер потруднее. Но в данной позиции вот прицел в два диаметра шара. По какой бы стороне ни играл Робертсон, он может еще попадать и от черного борта. Есть попадание, но не выделили на игру зеленый. А он выходит на среднюю лузу. Перевес 11 очков. Фреймболл синий. На коричневый выход есть. И угол оставил Стивен Ли. На нижнем винте плавно переход на синий в зеленую лузу. Осталось забить этот шар. За этим дело не стало. И вот фреймбол Стивена Ли. Ох, какой сложный фрейм. Мы эмоциональный. Какие переживания у нас с вами. Ну, а теперь два снукера нужно Робертсону. И даже если розовый не забьет Стивен Ли, вряд ли будет продолжать сопротивление Нил. Не забил. Ну, вот посмотрим. Стивен Ли 12. Выходит. Выходит Робертсон. Два снукера. Это очень сложно. Два на розовом. Вот как-то Робертсон, помню, нуждался в двух снукерах при трех шарах на столе. На синем ему нужно было два снукера. И он выиграл фрейм. Но это уже прошло года четыре, наверное. Но на двух шарах два снукера найти, это маловероятно. Не забил Ли и этот шар. Вот тут снукер будет. Тут будет снукер сейчас. И видим, как не скрывает своего огорчения Стивен Ли. Нет, нет, неудачно сыграл Робертсон. Но снукер-то, наверное, и есть. Но не такой надо было ставить снукер. Гораздо ближе к черному. Из этой ситуации должен Ли выйти. Тут удар от дальнего борта. Даже вот обводящим играет Ли. И попадает в розовый. Ну, так траектория была интересная. Такая интересная. Ну, Стивен Ли надо подкатывать к Лузе. Но сейчас вот надо быть осторожным. Потому что если подкатывать к зеленой Лузе, биток к желтой идет. Ну, просто к дальнему борту. Труднее ставить снукер. А если бы пытался в зеленую Лузу направлять розовый, то шел к желтой Лузе биток. Ну, опять траектория была хорошая. Но по силе трудно было считать. Это очень сложное дело. Такой снукер ставить. Тут есть варианты через левый борт. Биток поставить за черный. Но не получилось. Немножко сместился черный. Стивен Ли в угол. В зеленый угол лучше катить. В среднюю играет. Хороший удар. Может упасть шар. Нет. Не упал, но остался около Луза. Как тут снукер ставить? Трудно. Ну, а это снукерный суицид. Забил розовый шар. Робертсон и проиграл фрейм. 1-0 в пользу Стивена Ли. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Следите за главными спортивными событиями вместе с Евроспортплеером. Еще больше прямых трансляций с опцией «Мультиканал» и расширенная база видео по запросу. Теперь Евроспортплеер доступен и в Apple Store для вашего iPhone и iPad. Евроспортплеер. Полная гамма спортивных эмоций. Субтитры делал DimaTorzok Каким же головоломным казался сюжет первого фрейма. Много было тактических осложнений. Всего уж и не упомнишь. 50 минут, наверное, продолжался стартовый фрейм финала. Не сдавался до последних ударов Нил Робертсон и тем самым проявил свою решимость. И понятное дело, что будет он до последнего бороться за победу. Но стартовый фрейм проигран. Предстоит восстановить равновесие. Хороший начальный удар. Вот активный разбой. Есть шары на игре и нет простого отыгрыша. Но Стивен Ли может атаковать в правый угол с прокатом битка. Он посмотрел уже на эту позицию. Забить не удалось и прокатить не удалось как следует. Но, по-моему, с этой-то позиции в левый угол не идет ничего. Если бы чуть ниже встал биток, то была атака в левый угол. Наверное, такую силу и выбирал Стивен Ли в расчете на то, что как раз примерно с этой позиции нет игры в левый угол. Но в то же время он много не попал. Левые шары не опасны с этой позиции. По правой стороне безобидный отыгрыш у Стивена Ли. Продолжение следует... Поднял руку, извинился Стивен Ли. Это касание с зеленым не ходило в планы. Получилось просто отлично. Биток у борта. Хорошие отыгрыши у Нила Робертсона. В позиционной борьбе оба знают толк. Ну вы уж извините, накопилось очень много твитов от вас, но финал и такая напряженная борьба, я не могу себе позволить отвлекаться. Каждый удар интересен. Отличный отыгрыш Стивен Ли. Шар есть на игре, но биток-то прямо у середины черного борта. Идет все-таки на этот удар Нил Робертсон. Ну будет играть так, чтобы сильным ударом уводить биток вдаль. Не такой уж был сильный удар, главное, что он оказался точным. И выход на синий получился прекрасный. Значит, высока была степень уверенности в успехе этого удара у Нила Робертсона. Ну смотрите, проигрывает вроде, волнуется. А какой удар сделал под давлением? Сложный, ответственный и очень точный удар. Позиция неплохая для атаки. В первую очередь это относится к расположению красных шаров. А вот с цветными-то дела обстоят не лучшим образом. Вот уже выход пришлось делать на ближнюю половину стола на синий. Есть хороший шар в левый угол и на нижнем винте выход на синий. Это уже не на синий выход. Но есть желтый, он позволяет продолжать атаку. Но все-таки глянул я на реплики на Твиттере. Очень всем понравился стартовый фрейм финала. Просто в восторге зрителей. 15. 15. 15. 15 очков у Нилы Робертсона. Приходится так кропотливо строить серию. Сознательно выходил. А, наверное, на розовый. Ничто не мешало выйти на синий на нужную сторону. Так что Робертсон решил ввести в игру второй по номиналу шар розовый. Тогда проще будет строить комбинации. Конечно, появятся дополнительные варианты. Ой, промахнулся, промахнулся. 16 очков взял Нил Робертсон. И теперь эту же сложную позицию постарается разыграть Стивен Ли. Но пока есть у него выход на синий. Розовый идет. Подобраться к нему можно. Так, выход хороший. И второй снизу красный играется. С него возможен прокат на розовый. Это уже интереснее. Определяет угол для атаки Стивен Ли. Северный. Северный. Теперь Стивен Ли допустил ошибку на том же розовом. Но вот теперь-то у Нила Робертсона сразу же есть выход на розовый шар. И третий свой удар уже просматривает Нил Робертсон. Как с розового выходить на красный. Красные не стоят плотно друг к другу. Но все-таки надо найти конкретный шар, на который выходить с розового. Робертон. Продолжение следует. Семь. Подход к следующему красному. Эх, не попадает. Не попадает. Вот видите, все-таки, когда нестандартная позиция, когда нужно импровизировать в каждом выходе, даже такие мастера ошибаются. И мы видели взаимные ошибки в поисках сложного выхода. Теперь розовый на отметке. Хороший выход на синий. Есть переход к левому-красному. И уже вот когда пару красных сместилось с прежних позиций, уже вроде проще. Но обе тройки этих шаров расположены неудачно. Что-то надо с ними делать. К левому-красному выйти несложно. Но дальше уже просчитывают позицию Стивен Ли. Что делать с остальными красными? Ну, мне кажется, что вот из левой тройки нижний шар, может быть, даже сейчас с этой позиции в угол идет. Нет, средний из тройки. Вот как решил разрядить эту позицию Стивен Ли. И очень все просчитал хорошо. Сделал четкий выход на розовый. Ну и теперь с розового на самый простой красный. А два других левых красных беспрепятственно будут играться. Субтитры создавал DimaTorzok Не спешит с самым простым красным Стивен Ли, играя другие шары с четкими выходами. Но уж теперь-то на этот шар больше и некуда. Ну, вышел под таким углом Ли, что резко получается очень тонкой. И как пойдет биток, не ударится ли он в стройку красных? По-моему, недоволен этим выходом Стивен Ли. Спасибо. Спасибо. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Все получилось. Выход на синий состоялся. Теперь переход к левому красному. Техничным хорошим ударом. А вот не играется ли самый правый шар с этой позиции? Играется. Ох, как здорово. Тогда и последнюю позиционную проблему устраняет Ли. Ведь биток тронул еще один красный. Отлично. Просто отлично играет Стивен Ли. Он раскрыл позицию всех красных шаров. И открыт у него путь к победе в этом фрейме. А счет Тандинор в его пользу. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 38 очков его серия. Ну, главное, тут никакая серия. А как удастся сейчас выйти на нижний красный? Ну, все должно быть благополучно. Лишь бы забил розовый. Забивает. И вот он. И вот он фреймбол. Простой, элементарный даже красный шар. И это 2-0 в пользу Стивена Ли. А чистить стол будет не так просто из-за трудного зеленого. Но посмотрите, на нужный угол вышел Стивен Ли. И перевод к зеленому тут получается. Эх, не забил желтый, перерезал. 9 очков не хватает Нилу Робертсу. Но это 3 снукера. Но он выходит играть. В концовке первого фрейма ему 2 снукера на розовом нужно было. Сейчас 3 снукера. Ну, или так, или 2. Один на дешевых шарах, один на синем. Но вот первый снукер есть. Вопрос, есть ли удар тут от правого борта. Если нет, то... Так, ну ли от левого борта хочет играть? Нет, а водячим ударом все-таки достает желтый шар. Решил забить этот желтый шар Нил Робертсон и на зеленом будет пытаться делать снукер. Вот жалко, что черный не на своей отметке. За черный лучше умеют ставить снукер игроки. Это такая, ну, пристреленная позиция. Здесь не удалось спрятать зеленый шар. Какая-то соринка мешает Стивену Ли, но удар несложный. Как тут сделать снукер? Простого ничего нет. И на снукер это не похоже. Ну вот, хороший удар. И этим ударом, конечно, заканчивается. Стивен Ли 3 и фрейм. 2-0. Впереди Стивен Ли. Матч до четырех побед. Финал продолжается. И похоже, что главное событие впереди. Нил Робертсон постарается выиграть следующий фрейм и навязать борьбу. Матч до четырех побед. Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересно складывается финал. Давайте посмотрим в статистику. Больше забитых шаров и набранных очков у Стивена Ли. Результативность невысока. Но это объясняется не тем, что плохо играют игроки, а тем, что много сложных шаров приходится им играть. Порою по отыгрышу. И вот из-за этого такой, в общем, непривычный процент результативности у обоих. Вот игрышек зато. Вы посмотрите, как хороши оба особенности в Инли. 92 процента. Зато нельзя никак похвалить Стивена Ли за дальние удары. Тут у него лишь 30 процентов результативность. У Нила Робертсона 50 процентов. Но это еще такой терпимый показатель. Не блестящий, конечно, но 50. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем 30. Серий. Пока серий примечательных нет. Но не исключено, что они будут. На больших экранах видят сами себя зрители. Вот вы видите, на рампе осветительной расположены большие табло со счетом. И есть там и панели жидкокристаллические, на которых идет телевизионная картинка. Ну, мы с пониманием относимся к этим паузам, которые порой возникают. Самая разная публика. И молодежь, и возрастные зрители. Снукер любят все. Всем возрастам снукер нравится. Стивен Ли уже на месте. Ждем Нила Робертсона. А вот и он. Стивен Ли начинает третий фрейм. Он ведет в матче 2-0. Но мы знаем характер Нила Робертсона. Он будет бороться до конца. И ему вот этот фрейм уже надо выигрывать. Но каков начальный удар Стивена Ли? Существенно ограничена видимость. Ну что, левый и красный, может быть, только виден, чтобы вот так чиркнуть по нему. Но он не получается. Вот, играешь при этом. Вот и задумался Нил Робертсон. Иногда в таких случаях от борта играют. Вот. Вот. Продолжение следует... 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 Уже дважды сложные позиции перед Нилом Робертсоном ставил Стивен Ли, но оба раза выходил из этого положения с честью Нил Робертсон. Продолжение следует... Не прошел удар у Нила Робертсона, но биток уведен. А где красный? Не встанет ли он к средней лузе? Нет, не становится. Этот шар не опасен. Но есть другие опасные шары, например, в левый угол. Но это рискованный удар. Такой удар можно только наверняка выполнять. Нужно делать выход. Ну, выход на синий или на розовый, но тогда остается опасный красный шар. Идет на этот рискованный вариант Стивен Ли. Не забивает шар и отдает в правую среднюю, отдает шар. Есть технические сложности. Надо тянуться, играть через шар. Но красный недалеко от средней лузы и должен его забивать Нил Робертсон. Это его шанс повести серию. Ему нужно выигрывать фрейм. Шар забит. Выход есть. И переходит в атаку Нил Робертсон. Ну, Стивен Ли рисковал. Играл без всякой страховки. Полагал, что забьет этот шар. Был не такой уж сложный красный. Но не каждый шар забивается. И теперь хозяйничают у стола уже Нил Робертсон. Играл без всякой страховки. Фор. Очень трудно тут в ближайших ударах подобраться. К черному. И куда встанет Розовый. Это тоже важно. Выход-то хороший сделал. Нил Робертсон. Розовый становится на свою отметку. И не очень-то он хорошо на ней стоит. Розовый тоже не играется. Ну, теоретически можно сыграть его, конечно, с каких-то позиций. В зеленую лузу или в среднюю. Но пока Розовый выключен из игры. Выходить надо на синий. Как это сделает Нил Робертсон, я даже не представляю. А вот как после расчета его касания битка с красным, сделал выход отличный Нил. Также надо чувствовать, как идет в следующий красный биток. Тонко, толсто. Какую силу придать битку. Бум. Великолепный удар. Но синий прямой. Ничего. Назад. И вот шар правее Розового играется. Чуть-чуть отошел от красных черный шар. Теперь уже до него добраться будет проще. Семь. Семь. Продолжение следует... Ой, плохо, плохо, плохо. И такой теоретический, фантастический вариант — это плант в левый угол. Самый нижний шар может быть забит, а тут, мне кажется, не идет. Ну, в этом ракурсе кажется, что никак вот этот третий снизу красный не идет. Но Нил Робертсон тоже сомневается, тоже сомневается. Перерезка, по-моему, получается. Да, такой формат укороченный, финал до четырех побед. Но ведь посмотрите, какой интересный финал получается. Вот есть в шахматах такое понятие «миниатюра». Это какая-то шахматная задача или этюд, где мало фигур на доске. Но какие интересные есть миниатюры в шахматной истории, в шахматной классике. Ну, вот тут тоже финал короткий, но он держит нас в напряжении. Серьезная борьба. Если Робертсону удастся выиграть этот фрейм, то интрига будет. Ну, если выиграет Ли 3-0, конечно, другой вариант уже финала. Пока у Робертсона 21 очко перевес, не сумел он найти развитие атаки, сделал отыгрыш. Не спешит ли им. Зато, вот смотрите, в таком коротком формате, вот первый особенно фрейм. Каждый удар, как долго обдумывали игроки. И ведь хорошие находили решения. Да, порой они и промахивались. Но как много было все-таки хорошего, то, что помнится вот этой созидательной, творческой игры. Тонких, наполненных смыслом ходов. Именно не ударов, а ходов. И вот сейчас тоже такая стадия фрейма. Нестандартный отыгрыш сделал Стивен Ли. Ну, вроде надо отыгрываться от дальнего красного. Но так, чтобы не показать правый красный, от которого, в свою очередь, отыграется Ли. И получит, ну, какой-никакой, ну, не то что перевес, инициативу. И сыграл расчетливо Робертсон в том плане, что правый шар он не показал. Но не так далеко ушел прицельный шар, по которому играл Нил Робертсон. Но, похоже, Стивен Ли этот шар в центре стола не очень-то интересует. Но, я думаю, перебирает различные варианты сейчас Стивен Ли. Может быть, все-таки и с тем шаром что-то придумает. Но пока ему хочется по левой стороне отыграться. И направить биток, ну, за желтый, а то и за зеленый с коричневым. Вот, вот, вот. За зеленый с коричневым. И посмотрите, он не показал правый шар. Это уже важно. Уже важно. Насколько продуманный хороший удар. Почему важно, что шар-то вроде не забивается. А потому, что Робертсон тогда мог на этом шаре хорошо отыграться. И поставить биток к борту или за цветные шары, создав проблемы. Тонкий удар Нила Робертсона. Но это не тонкий удар, это ошибка. И вступает в атаку Стивен Ли. Не так тонко попал, как нужно Нил Робертсон. И это привело к серьезным последствиям. Ли атаку начинает. И в ней видятся очень хорошие перспективы. И в ней видятся очень хорошие перспективы. И тщательный выбор продолжения атаки. Ну, вроде тут вот шар над черным. Лучше ничего нет. Хороший шар. Нет, что-то другое. Ну и как же с нижнего красного будет выходить Стивен Ли? На розовый, в правую, среднюю? Похоже, Стивен собрался расчищать пространство в районе отметки для черного. Ну, в общем-то, это было бы очень хорошо. Вот выход на розовый, в среднюю. Очередной раз на нижний шар выходит Стивен Ли. И все-таки действительно не терпится ему открыть место для черного. Продолжение следует... И неустанный вот этот процесс мыслительный. И все надо учесть. Отличный выход. Вот теперь-то для черного места будет освобождено. Ну, а выход? Между шарами можно провести биток на розовый в левый угол. Но не очень-то угол для этого достаточен. И поэтому аккуратным, точным ударом вновь на правую среднюю вышел Стивен Ли. 22-22. Очень хорошо сыгран. Теперь левая пара разыгрывается. Если розовый в правый угол идет, то через левый борт на него будет выходить Стивен. Ну, тут, по-моему, на правую среднюю. Да, снова. Уже по проторенной дорожке будет пускать розовый шар Стивен Ли. И не исключен Кэнон с двумя красными. Нет, нижний винт Кэнона не будет. Аккуратный выход на левый угол. Это что, семь розовых сыграл? Нет, пять розовых сыграл Стивен Ли. Да нет, нет, был один синий. С единички начал подход Стивен Ли. Но основные очки он набрал через розовый. Далеко. Для синего далеко. Можно синий в угол играть. Или... Может пойти на такой удар. А вот проходит ли... Да, что потом-то играть? Синий забить можно. Вот и проверяет Стивен Ли. Как там с красными. Но... Идут оба. Но выход-то тут есть на верхний. А верхний мимо красного едва-едва проходит. Проходит все-таки. Ну, молодец. Ну, что тут сказать. Просто молодец. Шесть лет не выигрывал Стивен Ли. Рейтинговые турниры. Ну, такая форма, как сейчас у него. Четвертый турнир подряд. Хорошие результаты. Хорошие результаты. Вот из четырех турниров четверть финал. Было и досадно. Досадно не вышел Ли тогда. Вот может быть... Вот кто-то говорит, что после разгромного проигранного финала последнего как-то вот так Ли особенно воодушевился и завелся, что ли, на этот турнир. Я не согласен. А вот, может быть, как раз то досадное поражение Стивена Ли, так что тут получилось-то, не очень получилось, не очень. Плюс 26 и сложный удар в левую среднюю. Напомню, какая была ситуация. 4-4. Решающий фрейм. Играет Стивен Ли с Дином Джунь-Ху. И перед ним цветные. Сыграл он желтый. Играет зеленый в правую лузу. Несложный удар. И в момент замаха, вот уже был замах, и уже пошла вперед рука. Тут нельзя остановить уже руку. И в этот момент резко звучит телефонный звонок. Дергается рука у Ли. Он не забивает зеленый шар. Дину ничего не оставалось. Собрать шары и выиграть матч. Вот такое досадное было поражение. И вот после этого второй финал подряд играет Ли. Он сейчас в финале, в прошлом финале проиграл. В этом пока впереди. 2-0 и 26 очков преимущества здесь. Но очень сложный красный шар в левую среднюю. Идет на этот удар только потому, что он два других красных не отдает. Нет, чуть-чуть не дорезал. Два других красных на плохой позиции. Чем рисковал Стивен Ли? Только тем, что вот этот шар незабитый мог оказаться ближе к лузам. Ну, так он, может быть, и проходит в зеленую лузу. Но это очень сложный удар. И вряд ли на такую атаку Нил Робертсон пойдет. И вновь разворачивается тактическая борьба. Но не спрятал биток Нил Робертсон. Задуман-то был блестящий удар. И чуть дальше пройди биток, было бы все гораздо интереснее. А так, виден нижний красный. И не просто виден этот красный шар. Можно играть в правый угол. И Стивен Ли забивает этот далеко не простой шар. Выходить можно только на верхний красный, в зеленую лузу. Но для этого надо забить такой трудный синий. И шар забит. Ай-яй-яй. Но ничего, теперь левый шар будет играть Ли. Как мне нравится, когда он делает вот эту ласточку. И так грациозно забрасывает ногу. Наверх поднимает вот повтор этого момента. И смотрите, так здорово играет Стивен Ли. Совершенно никаких я, ни я не отпускаю вот замечаний по поводу комплекции Стивена Ли. И никто не пишет об этом. Да, комплекция не самая спортивная. Но как здорово играет Стивен Ли. Эх, конечно же, под эти слова промазать надо было. 32 очка перевес Стивена Ли. АПЛОДИСМЕНТЫ Не думаю, что это атака. Скорее всего, это кросс-дабл. Отыгрыш по левой стороне. Оба красных на дальнем коротком борту. Хороший отыгрыш Нила Робертсона. АПЛОДИСМЕНТЫ Ли может вернуть биток на ближнюю половину стола от левого красного. Только надо учесть положение прицельного шара, чтобы он не остался около желтой лузы. И хитрец Ли может даже от борта сыграть в этот красный шар. Нет, сыграл по прямой, не лучшим образом, честно говоря. И шар отдал. Отдал шар. Раздвинул эту пару, что было невыгодно ведущему в счете Ли. И теперь надежды Стивена Ли могут быть связаны только с плохим красным шаром. Но надо забивать этот шар Робертсону. Это есть. С желтого переход есть на дальний красный. Но это еще не все. Нужно на красный на хороший угол поставить биток. Мало выйти на красный так, чтобы скатить его в угол. Надо с красного такого трудного еще и выход делать на желтый. Почему на желтый? А на какой еще? На коричневую и в среднюю? Угол-то оставил хороший Нила Робертсон, но забить шар такой очень трудно. И это не просто тихий удар. Надо средним ударом играть, чтобы выход на желтый получился. Похоже, отыгрывается. Оставляет биток на месте красного. Ну вот есть такой удар. Надо играть тогда не в лоб, а чуть по левой стороне. Все равно биток останется в районе короткого борта. А красный от трех даже бортов перейдет на ближнюю половину стола. Если играть просто в лоб, это не получится. Будет два борта и в район правой средней пойдет красный. Спасибо. 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 Долго, долго размышляет Нил Робертсон. Я предложил вариант хороший. Но вот этот вариант и выполняет Нил Робертсон. Это логично. Немного по левой стороне. И вот уходит от трех бортов красный. Ну, идеально было бы, конечно, подвести биток к зеленому. Это не получилось. Нет снукера. Атаковать сложно в этой позиции. Резко в правый угол есть. В левый угол красный не проходит. Но при такой резке биток может удариться в розовый шар. И не стоит. Не стоит атаковать. А как сыграть? Ну, один из вариантов, чтоб не сидел я без дела. Просто тонко по правой стороне. И биток идет в район зеленой лузы. А там на пути и зеленый, и коричневый. Нет. У Стивена ли другой вариант? Он все-таки, похоже, играет этот шар. И забивает. Очень трудная резка. Очень трудный шар. И это был фреймбол. Потому что уже перевес 30 очков. Еще и розовый играется. Третий фрейм берет Стивен Ли. Он просто великолепен сегодня. Но, не знаю, 3-0 это много. Это хороший результат. Сегодня вот ожидалось, что равным будет матч между Нилом Робертсоном и Стивеном Магуайром. И, в общем-то, там нельзя говорить о том, что игроки разного класса. А получилось-то 4-0. И тут вот 3-0 есть. Но в 4-0 мне до сих пор что-то не верится. Неудачен был выход. Зеленый забить не удалось. Но тут вариантов спасения нет. Ждем продолжения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Но сколько? Может быть, вот миллиметров 5-6 правее пошел бы биток, и сплит был бы гораздо более лучшим. А сейчас опасно в левую среднюю. Это игра без страховки. Если не попадает, то у Ли простой шар в левый угол. Показывает нам этот шар. Но, я думаю, может отказаться от этой атаки Робертсон. Это очень рискованно. Но ведь играть-то надо еще с какой силой? Надо выходить на синий. То есть не просто тихим ударом, а прокатывать вперед. И угол больше, чем 45 градусов. Даже под 45 градусов удар в среднюю не так прост. А тут сложнее. Да, вот уходит к дальнему борту Нил Робертсон. Видимо, он будет все-таки отыгрываться. Но ему надо учесть, ну, отыгрываться от левого красного логично. Но надо учитывать положение правого красного. И ставить биток надо от двух бортов к желтому. Ну, желательно за желтый. Есть такой удар от двух бортов. Мимо синий выпускать. Белый шар. Ну, посмотрим, как сыграет Нил. Нет, он не стал рисковать. Учитывая все-таки опасности позиции. Оставил биток у черного борта. 27 очков есть. Таким ударом не дал никаких шансов на атаку своему сопернику Нил Робертсон. Ну, а вот Лита выбирает место для битка, как раз вот, чтобы желтый и розовый закрывал подход к опасному красному. Правый шар тут очень опасный в этой позиции. Еще и красный. На пути хороший удар Стивена Ли. Это не просто вот увел биток вдаль. Ведь теперь издалека нужно отыгрываться Нилу Робертсону. Но ему теперь надо не показать правый шар. А ведь при таком дальнем отыгрыше Лита откатывал биток. Ему проще было поставить белый шар в нужную зону. Но если от второго слева красного будет отыгрываться Робертсон, он может привести примерно в эту зону биток. И зона довольно обширная. Но, по-моему, Робертсон намерен атаковать в правый угол. Ну, во всяком случае, такой вариант входит в его поле зрения. Атаковал Нил Робертсон. И флюк. Нет, не упал флюк. Ох, какая ошибка. Он уводил биток. Возможно, это роковая ошибка Нила Робертсона. Но он впереди на 27 очков. Много очков надо набрать Стивену Ли. Но возможности для этого есть. Сейчас пойдет серия. Выходить можно на синий. Пока для начала. Для этого нижний винт. Прикладывает Стивен Ли. Не на ту сторону. И... Ну, есть возможность провести биток между зеленым и коричневым. Вернуть его на ближнюю половину стола. Выходить на правый, дальний, красный тут нелогично. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отличный выход получился. Черный играется слева направо. И сейчас прямо Ли будет выходить на черный шар. Это уже серьезно. Порто. 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 Выход тут есть. в позиции красных не все пока благополучно группа из четырех шаров над черным конечно представляет сложность еще два плохих красных есть но в процессе созидания стивен ли и ему по силам чётко разыграть эту позицию 22 пока все благополучно но вот это последний хороший красный шар и дальше дальше надо ну лучше всего было бы одним ударом все решить черного сделать подбой возможно этим путем и пойдет стивен ли не прямой черный шар и в нужную сторону как раз резко можно тронуть один из красных и положение четырех шаров изменится ну а что играть в левую среднюю резко есть и ничего другое тут решил не высматривать даже стивен ли у него перевес на 9 очков можно желтый играть но и синий тоже играется тут было не так просто провести биток между коричневым зеленым для этого прикладывал вращение придавал вращение битков стивен ли четко сыгран синий шар с отличным выходом на красный плюс 15 и тут хороший выход из этой парочки шар уходит открывая подход к другому да они и так игрались по очереди 24 очка перевес 51 очко в розыгрыше стивен ли близок к победе в финале близок но остается два трудных красных красных и никак на последнем красном решающий перевес не получить 31 очко перевес останется 43 прекрасно понимает это стивен ли и сейчас ему надо ставить биток так чтобы найти еще один красный шар это уже будет фреймбол вот какой выберет левый мне кажется правый дальний шар лучше расположен относительно лузы так и так крест нужен будет играть левый или правый шар а у правый чуть лучше мне так кажется но стивен ли смотрел на левый шар и вот как мне представляется с розового на дальний красный выход есть черный прямой с черного на оттяжке от правого борта на нижний красный есть выход 76 да 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 Да, и все-таки в этом фрейме предстоит напряженная концовка. Такой красный не забить. Выход не состоялся. И начинается тактика. Поближе бы к борду было лучше. Так может отыграться Нил Робертсон от левого красного. Вот этим и недоволен Стивен Ли. Поставил бы на борт было бы гораздо сложнее. 39 очков отставания. 43 на столе. Но шанс еще не потерян у Нила Робертсона. КОНЕЦ Мы наблюдаем за четвертым фреймом. Напряженная концовка в шаге от победы Стивен Ли. Любой забитый шар по правилам. То есть ни белый, ни цветной вместо красного является матчболом. Но не потерял надежд еще и Нил Робертсон. Пока удалось Стивену Ли добиться того, что два красных далеко от дорогих шаров. И в плохих позициях оба. Это тоже важно. Это на пользу Стивену Ли. Ну вот такой удар вроде оставил удар Ли. Вроде можно забить зеленую лозу. Но нужно хотя бы на синий выходить. Годится и коричневый. Если после коричневого красный играть с черным. Это годится. Три очка можно потерять. Не более. Ну а если не забивать, как отыгрываться. Играть тонко в ближний шар и проводить биток между зеленым и коричневым. Стремясь вернуть его на ближнюю половину стола. Играть тонко в ближний шар и проводить биток. Раз за разом изучает эту позицию Нил Робертсон. Но пока приемлемого решения не принял. Играть тонко в ближний шар и проводить биток. 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 робертсон ну такой отыгрыш тут за стивена ли проходит вариант очень хорош по моему увести биток за черный ничто этому не мешает при этом левый красный от борта уйдет в безопасную зону ну правда довольно тонкое попадание все равно этот вариант годится годится вот этот удар за черный не получилось но теперь не робертсон видит один шар правда теперь у нила робертсона возрастают шансы на постановку снукера потому что один из красных практически прикрыт но если биток будет на ближней половине стола то второй красный не видно будет и поэтому очень точно кросс дабл пытается рассчитать не робертсон ему надо использовать этот удар чтобы ну увести второй красный тоже за цветные шары а биток возвращать к черному это неудача и это победа стивена ли это победа стивена ли потому что он играет матч бол простой шар который невозможно не забить вот такая неожиданная развязка цеплялся тут нил робертсон пытался что-то сделать ну трудно было спасти такой фрейм честно говоря и можно уже поздравлять стивена ли тут осталось еще и какой-то цветной сыграть чтобы не было снукеров если упадет биток а он по-моему падает это все равно на пользу вот посчитайте сейчас очки но возник интересный вариант 35 очков если я не на столе и может поставить снукер сейчас не робертсон вот как получилось то вроде фоллу ушло со стола потенциальных 8 очков но но 35 в розыгрыше 35 отставания неужели не сделать снукер тут за зеленый но ведь есть место куда поставить биток чтобы вот увести красный а биток оставить за зеленым вот такой оборот тут забить то забил ли шар и сомнений в этом не было но то что биток упадет противоположный угол по диагонали но на это рассчитывать никак нельзя было ли не надо было так сильно играть забил ли забил и любой цветной для закрепления успеха тоже годилась мог даже и снукер ставить вот вышел бы куда-то к синему подкатил к синему и снукер был бы но это все было бы а теперь интересно тут но должен ставить снукер робертсон не всякого сомнения снукер есть но насколько он трудный мне кажется биток не так плотно к зеленому стоит и тогда попадание несложное да не так не так уж близко к зеленому и от левого борта есть беспрепятственное попадание в красный но тут уже шутить нельзя тут уже нельзя ставить на игру красный шар поскольку может без снукеров вот даже обводящим играет стивен ли и посильнее ай не то не то играл специально сильнее увозил красный шар на дальнюю половину стола стивен ли но повторное касание и красный на игре и выход на черный есть тихим ударом если робертсон соберет все шары счет сравняется во фрейме и тогда дополнительный красный дополнительный черный но надо же неуверенно ударил хорошо хоть упал красный шар но выход не очень хороший получился но смотрите много в лоб попал хорошо еще упал не по прямой пошел биток там был было боковое вращение ненужное важный удар забивает шар робертсон и ему осталось сыграть стандартную концовку чтобы сравнять счет 66 66 дополнительный черный и похоже нас с вами это ждет вот наворотили что называется сюжет ребята а уж тут все 4 0 казалось нет еще интрига представляю что сейчас думает стивен ли вот он прекрасно понимает ну зачем он так сильно бил то этот красный был около луза шар но забил и забил любой цветной потом и уже там два снукера нужно было бы робертсон у три шара забиты осталось еще три точных удара и тогда жеребьевка черный на точку кому достанется очередь удары это тоже важно то есть выход на черный через левый борт на ту же левую лузу конечно мог и поточнее выйти на розовый нил робертсон но справляется он с ударом биток отражается от борта вполне комфортный черный 66 66 и вот теперь достанет монетку пол коллер предложит игрокам выбор тот кто угадает решает бить самому или отдавать удар сопернику ну вот не робертсон отдал право выбора от уже была жеребьевка и выиграл ее не робертсон отдал он удар стивену ли биток не с этой позиции биток в руке поставит его стивен ли в удобную точку но обычно в последнее время разводят по длинным бортам стивен ли так посмотрел не собирается ли он играть черный шар что-то зачем он на левый борт заходил и вот опять идет на какие-то пятнышки там посмотрел стол обошел судьба фрейма а может быть и матча решается вот в этом дополнительном черном шаре ну финал так финал неизвестно чем еще все дело кончится действительно резал действительно резал ли не ошибся я оцениваю его действия а здорово как получилось то перерезка и совершенно безопасной позиции черный шар лиски переглядывается рад тому что так обошлось он резал и даже перерезал это очень сложная резка я вам как-то рассказывал что мы в небольшой тесной компании вот но расскажу еще раз в общем один из игроков любитель такого невысокого уровня вдруг вот при дополнительном черном стал резать в угол и забил шар на наше удивление да не так и играл да ладно ну что ты там рассказываешь и могут да нет я такой удар тренировал начинаем и в общем иначе несколько часов играли вы знаете когда один и тот же удар вот один и тот же с одной стороны резко в угол и ну примерно из трех один распадал точно черный а то и чаще из двух ударов один проходил марк вирьямс как-то помню в нашем показе такой шар резал в угол тоже ну что ж робертсон сыгрался хорошо слово за стивеном ли ну это нормальный удар конечно винтом хотел перевести в биток на черный борт ли но не получилось теоретически играется такой шар но это скорее теория можно можно играть но шар сложный руку тут трудно ставить на лузу приходится большая дистанция удара не дорезал робертсон перерезка выглядела бы лучше на перерезке безопасный был удар так все-таки у стива на ли подобный удар есть и чуть лучше угол вхождения в лузу дальше от черного борта черный шар виртуально шире для него луза перерезал вот на перерезке нормальный отыгрыш получается главное чтоб биток не упал ну такой ситуации либо кто-то забивает черный фрейм заканчивается но к сожалению если другой вариант фолл любой фолл тоже заканчивает фрейм иногда такое бывало вот вспомнила марка уильямса и тоже у него в этом сезоне был такой случай когда он на черном допустил фолл ну не редкий случай бывает биток падает бывает и стремление попасть тонко вовсе не попадает шар по осевой линии отыгрывается стивен ли классика очень хорошо сыграны вот интересно было бы посчитать поскольку уже ударов выполнили я думаю по 4 где-то и пока нам может быть и больше может по 5 по-другому сыграл не по осевой сыграл робертсон и шар докатывается до средней режется такой шар режется единственная опасность как бы не упал черный не черный как бы не упал белый в угол но по моему не такая уж тонкая резко и биток идет не в левый угол а фамилию робертсон да нет не сложный шар ответственный до чемпион шибал фрейм мать был чемпион шибал стивен ли становится победителем турнира шесть лет он не выигрывал турниры рейтинговые блестяще провел финал молодец просто молодец и я знаю как много людей рады сейчас у нас будет пауза потом интервью награждение спасибо обоим за финал ну а ожидать счет 4-0 никак нельзя было from the moment you start your journey to the adventure it becomes from the unique culture to the discovery of friends from the first look at the past to everything romania has to offer romania explore the carpavian garden у нас будет к от до 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 Субтитры сделал DimaTorzok With Eurosport.com's free application available on tablets and smartphones Gain access to all the articles and videos from Eurosport.com Plus get the latest news in real time Check out the latest results, fixtures and tables And follow your favorite sports events live DimaTorzok 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 Я уже думаю о China Open, каждый турнир полезен, каждый турнир интересен, получаю удовольствие от игры. Ну что ж, желаем успеха и Стива Нули, который действительно заставил взглянуть на него просто по-другому, как на одного из очень серьезного конкурента на победы в двух оставшихся турнирах сезона. Ну а теперь снова Хектор берет микрофон и начинает он вот эту церемонию награждения. И приглашает для награждения Грея Мороса, это региональный менеджер компании Betfire, главного спонсора этого турнира, а также Шия Макнеллиса, представитель агентства. И вот говорит Гектор о том, что приз сделан из особого хрусталя, это сорт именно местный, Голуэйский. 35 тысяч фунтов получает Нил Робертсон и к тому же вот такой памятный сувенир, медаль. Раннер-ап, финалист. Ну а Стивен Ли получает чек на 70 тысяч фунтов стерлингов и красивый хрустальный кубок. Молодец, просто молодец Стивен Ли. И просто за него очень и очень радостно. Вот он, этот кубок. Победитель гранд-финала ПТС 2012 года Стивен Ли. Ну вот на этом мы расстаемся с Голуэем, с Ирландией. Интересные были матчи, были неожиданные результаты. Увидели мы нескольких очень интересных молодых игроков. Сдукерный сезон продолжается. Нас ждут турниры China Open и чемпионат мира. Всего доброго. С вами были на финале режиссер передачи Атарва Мучашвили и комментатор Владимир Синицын. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы делаете гоккарт, покупайте Дино. После 50 лет и в бизнесе, Дино гоккарты всегда будут в самом деле лучшие в мире. Видите больше на Дино.дк. Продолжение следует... ...вторых в мире. Безусы! Для чего? Немного! Субтитры сделал DimaTorzok